Александр Миминашвили и взрывным темпераментом солист геликоноперы Александр Миминашвили. Звучит музыка. Он повесил головушку на правое плечо. Уж как стал царь пушкорей зевать, пушкорей все зажигальщиков, зажигальщиков. Зады мило со свечка воску ярого, отходил молодой пушкарь от бочечки, а из пороха там то бочка закружилась, а по подкопам покатилась, а и клапнула. Загалделися в апельсу и татарове, благим матом заливались, полегло татар ведь потужая, полегло их сорок тысячей до три тысячи. Как во городе было во Казани. Хе-хей! Скажите, пожалуйста, Александр, что надо сделать такое, чтобы опера не была скучной для молодежи? Первое знакомство с оперой должно быть интересным. Нет, не важно, в детстве это будет или в подростковом периоде. Просто есть какие-то оперы, которые нужно посещать уже человеку понимающему. Если он придет на оперу, я не знаю, но вот когда-то я пришел в свое время на оперу «Норма» Беллини, я чудесно поспал, и после этого я не стал поклонником оперы. А что же вас вдохновило в оперном театре, что вы пришли в этот жанр? Ну, если честно, я считаю маленьким таким своим первым шагом в моей карьере. Это работа в «Мемансе» у Франко Дзефирелли в опере «Паяци». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ